ласковые тайки это проблема твоя проблема только твоя девчонки из тайских баров проблемы которые мы абсолютно не готовы для мужчины вляпаться с барной тайкой это раз два и три твоя сладкая тайская угроза Таиланд страна не только улыбок и новых знакомств нас ждут контрасты и сюрпризы некоторые открытия могут озадачить а если ты мужчина и счастлив одинок именно таки станут проблемы которые тебе придется решать если конечно ты решишься познакомиться с ними поближе я про обеих про тайка проблемы нет я не буду вещать про страшных опасных котов таких тайских мужиков которые только выглядят как женщины про тайских мужиков сиськами как-нибудь другой раз на самом деле медовая ловушка ждет нас с вполне обычными женщинами думаешь ничто не сможет тебя удивить уверен ну-ну типа идешь себе такой в тайские бары ко всему готов а ведь персональная его ловушка уже ждет тебя смотри она ласково улыбается хлопает глазками призывно манит и обещает все радости жизни и вот сейчас сделай паузу подумай о чем пойдет речь блин я же говорю которые проще ли бои тут ни при чем ладно все равно не угадаешь поехали наш одинокий мужчина в Таиланде обречен то какие опасности поджидают тайских барах одинокого мужчину который прилетел в солнечную страну отличие от серых будней раззиститы развод на деньги покупка для тайки разные фигни воровство а несомненно все это ужасно действительно так и полная ерунда решение проблем скорожжения решается просто назначение носить с собой мешок наличных и делать выводы из происходящего тогда все недоразумения будут восприниматься лишь как опыт хотя не всегда забавный да и в любом случае satisfaction ты получишь этой ночью твоя тайка сто процентов твоей власти у нее голова не заболит встроение всегда будет что надо да и вообще что потрачено с удовольствием то потрачено не зря тогда о чем идет речь знакомство с азиатками эта дорога со сторонним сдвижением однажды сверши роковой шаг и ты уже никогда не станешь прежним просто именно паттайя предоставляет миллион возможностей для расширения и углубления общения с азиатками не секрет что очень часто увлечение с азиатками начинается именно волкин стрит однако это всего лишь первый шаг сперва будет шоу тайм потом лонг тайм настанет времени для вери лонг потому что главное с тайками это общение вначале в паттай это без тормозов знакомишься с ними в их естественной среде обитания всем немного общения по трехральной стране с позитивными скороспрощенными женщинами навсегда изменит тебя конечно мудрый понимает таки с волкин стрит это еще не весь таиланд а таиланд не вся азия но ты уже мечтаешь о большем ты захочешь свою собственную азиатку все медовая ловушка захлопнулась поздравляю еще один попался с этого момента ты перестанешь воспринимать отечественных женщин всерьез потому что ты знаешь как можно по-другому вот примерно такими глазами смотрю на модель типа меган фокс при возможности постель конечно да отношения конечно нет теперь от меру своих доходов вкусов ты начинаешь интересоваться азиатскими вариантами с удивлением обнаруживать что в азии об огромное количество женщин вполне не против знакомства с тобой деградация наших мужчин у нас очень много говорят про деградацию мужчин мол мужчинки ныне не те в разных вариациях звучит так часто что уже мы и сами в это верим больше всего тому что их деградацию поверили последователи так называемого мужского движения по факту это сборище озлобленных на плохих баб мужиков которые собрались для заработки планов ответной мести и тем самым признали что действительно обидели а на обиженных сами знаете воду возят неплохие бабы так юристы или служители разных религиозных конфессий но погодите какая деградация конечно моральные уроды встречаются только они всегда были и будут всегда и тут замечу что моральное уродство не имеет пола и среди женщин встречается то как минимум не реже чем среди мужчин а вот по статистике в рассмотр своих статей я вижу что наши современные мужчины вполне хотят отношений вот так то я знаю половой возрастной состав своих читателей оказывается тысячи мужчин 30 плюс вполне хотят обычной семью и детей читают анализируют ищут состоявшиеся успешные мужчины вполне готовы дарить любовь и заботу не очень похоже на деградацию а ну а что они хотят чтобы наши их шеи сидели светив ножки так это другое просто они хотят современных отношений с гнильцой грусть в объятиях тайки но по каким же причинам грусть конечно делали каких-то невидимых горизонтах камасутры о которых пишут некоторые блогеры просто они настолько устали души своего змея что начали бредить да и в любом случае любая постельная экзотика приедается уж так устроен человеческая психика после знакомства с тайками ты поймешь что именно искал ты всю жизнь ты увидишь без чего твоя жизнь была пуста и все последующие воспоминания об этом моменте будут грустными ты будешь жалеть о потерянном без своей азиатки времени причина проста с того самого момента первого знакомства на меньшее ты уже не согласен конечно как минимум неразумно утверждать что отношения с азиатками всегда безоблачны идеализм это всегда глупо и жалко конечно есть место проблемам обману и злу уж тем более безумие отношения с тайками из баров как раз тут под нас поджидает вторая проблема от ласковых тайк настолько срывают крышу что мы готовы жениться на первой попавшейся девчонке из бара и как я хорошо понимаю причины мы так соскучились по любви и ласке что сходим с ума при первом намеке на счастье и готовы живой жениться на девочках из бара тоже деградация однако подобное точно говорит о нашей глупости и характере наших женщин которые по сути ими перестали быть скорее стали существами женского пола однако слой в любом случае потом каждую секунду в своей тайке ты будешь жалеть в пустую потрачено без нее времени сожалению потерянным пустой времени это тоже проблема а ведь на самом-то деле азиатки не делают ничего особенного они жизни радостно и ведут себя согласно ролевой поле по модели я твоя женщина ты мой мужчина это стандарт поведения для любой азиатки так и патриархальное общество конфуцианское воспитание опять ник ночи вспомнил конфуция в азии особо энергетику ты почувствуешь даже во время обычного делового общения сотрудницы банка или с кассирши магазина прикола ради там же в таиланде вьетнаме или китае пообщайся с нашими дамы почувствуй разницу и ужаснись и не так важно где мы свернули не туда куда важнее другое альтернатива есть давно забыл ощущение от радости от общения женщинами тебя запарили разговоры про гендерное равенство устал платить но не получать замен воспоминания о прошлых токсичных отношениях выжигают душу может это пора начать хотя бы с таек хотя бы тут постарайся не терять время зря с вами был серпень благодарим за просмотр оставайтесь с нами и до новых встреч